В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кто отвечает за новые лавочки во дворе? Как установить лежачий полицейский или отремонтировать детскую площадку? Руководитель госжилы инспекции ответил на вопросы жителей. Большая перемена. Две саровские школьницы победили на всероссийском конкурсе. Приз за лучшую реставрацию. Ретроавтомобиль общества 1945 стал призером на фестивале исторической техники в Казани. Далее расскажем обо всем подробно. Коронавирус продолжает наступать. В сутки выявляется более 25 тысяч случаев. Растет и количество госпитализаций. При этом 48,6% случаев приходится на три региона. Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В Роспотребнадзоре снова заговорили о ношении масок. Такие рекомендации целесообразны для регионов, где уровень недельного показателя заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. К ним относится и Нижегородская область. Носить маски нужно в общественных местах, в местах, где много людей, на транспорте и в закрытых помещениях. По месту работы или учебы уточнили в ведомстве. Письмо с соответствующими рекомендациями направили в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Напомним, ношение масок стало обязательным в медицинских организациях региона, в том числе и в Саровской больнице. Кто отвечает за ремонт и замену лавочек у подъездов многоквартирных домов? Как установить лежачий полицейский во дворе? И что делать, если управляющая компания остается глухой к проблемам и обращениям жителей? На эти вопросы в прямом эфире Центра управления регионами ответил руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербулов. Подробности в нашем следующем репортаже. Орган управления многоквартирным домом – общее собрание жильцов. Его можно проводить неограниченное количество раз по любому вопросу, волнующему жителей. Будь то содержание придомовой территории, её благоустройство, вывоз и содержание ТКО и прочее. К примеру, силами общего собрания вполне реально решить проблему замены скамеек, поскольку все объекты, которые находятся на придомовой территории, входят в состав общего имущества МКД, рассказал в интервью Центра управления регионами глава Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербулов. Если мы говорим, например, о замене лавочки, об установке новых лавочек каких-то, то здесь, конечно, решение общего собрания. И всё то же самое за счёт средств текущего ремонта управляющая организация проводит эти работы. Но я думаю, здесь, может быть, не всегда и требуется замена лавочек. Может, просто достаточно её поремонтировать. Тогда здесь уже не надо общего собрания, проводить общее собрание. Также силами общего собрания можно добиться появления на придомовой территории лежачего полицейского и дорожных знаков. Здесь процедура будет сложнее. После принятия решений управляющая организация заключает договор с муниципальным учреждением. Затем разрабатывают и согласовывают проект организации дорожного движения. Всё, как только проект есть, согласован. Домоуправляющая компания нанимает подрядную организацию и та выполняет необходимые работы. Естественно, надо понимать, что все эти работы выполняются за счёт средств собственников, за счёт средств текущего ремонта жителей. Согласно требованиям жилищного законодательства, если в доме нет ТСЖ и в нём больше четырёх квартир, то жители создают совет, из числа участников которого выбирают председателя. Простыми словами, старшего по дому, рассказал Игорь Сербулов. Доверенное лицо жителей решает массу вопросов по домовым проблемам. Однако нередки случаи, когда управляющие компании остаются глухи к просьбам жителей. Если же они не реагируют, то, естественно, человек вправе обратиться уже в надзорные контрольные органы, в первую очередь к нам. И, конечно, мы здесь проведём необходимую проверку, мы разберёмся, рассмотрим обращения, естественно. При необходимости проведём проверку в отношении управляющей организации. Вот. Достаточно серьёзная ответственность у управляющих организаций, если они не реагируют или там не исполняют какие-то требования. Обратиться в госжилинспекцию можно несколькими способами. Через ГИС ЖКХ на портале госуслуг по телефону горячей линии 8 831 430 79 19. Обязательное условие подачи жалобы – пройти процедуру аутентификации, не удостоверив личность обратившегося к ЖИИ, не начнёт проверку. Купаться в пруду Боровом нельзя, вода там не соответствует нормам по микробиологическим показателям, сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарой проходит благотворительная акция «С миру по листочку». Её цель – собрать школу детей из нуждающихся семей. Средства можно перечислить по QR-коду или передать лично на сборе в торговых центрах 19 и 20 августа. Также гуманитарный склад на улице Пушкина, 24 А, принимает школьную форму, спортивную одежду и обувь, портфели и рюкзаки. Можно бывшее в употреблении, но в хорошем состоянии. Склад работает во вторник и четверг с 17 до 19 часов, в субботу с 9 до 12. Подарки к новому учебному году волонтёры вручат 28 августа. Для получения помощи к школе нужно зарегистрироваться в Управлении социальной защиты населения, позвонив по телефону 981 21 и 981 22. Поликлиника номер один продолжает проект «Школа здоровья». Очередная встреча по теме «Профилактика развития инфарктов миокарда» у пациентов, ранее перенёсших инфаркт, пройдёт 24 августа. О клинических проявлениях болезни, профилактике, лечении и самопомощи расскажут заведующие отделения медицинской профилактики Светлана Четырёва и врач-кардиолог Наталья Киселёва. Начало в 14 часов. Вход свободный при условии соблюдения масочного режима. Для лиц старше 12 лет. Второй тур Кубка организации Госкорпорации «Росатом» по баскетболу «3 на 3» пройдёт в Сарове 19 и 20 августа. В каждом из четырёх туров Новосибирск, Саров, Обнинск, Пицунда отберут две сильнейшие мужские и женские команды, которые смогут побороться за звание лучшей атомной команды России в баскетболе «3 на 3». В турнире в Сарове примут участие 11 мужских и 4 женских коллектива. В рамках баскетбольного праздника пройдут также массовые турниры среди детей, мужчин и женщин и выступления диджеев, а также конкурсы с призами и подарками от партнёров. 19 августа, начало в 17 часов, 20 августа в 10.30. Соревнования пройдут на стадионе ИКАР для лиц старше 6 лет. Клещи снова активизировались в Нижегородской области, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на онлайн-конференции. Рост активности связан со вторым выплодом. Иными словами, родилось новое поколение паразитов, которое часто появляется в последний месяц лета из-за жары. За прошлый месяц в регионе еженедельно регистрировали не более 350 обращений из-за присасывания клещей. В первую неделю августа за помощью в медучреждение обратилось уже 433 человека, сообщила заместитель главного санитарного врача Нижегородской области Наталья Садыкова. При этом спикер отмечает, что рекорд по количеству обращений ещё не побит. В 2019 году в пик активности клещей в неделю до 1000 человек обращались к медикам из-за укусов паразита. Часто именно в конце июля, в начале августа наблюдается второй выплод. И когда особенно затяжное лето, тёплая погода, формируются новые поколения клещей, которые точно так же представляют опасность. Поэтому даже те, кто, скажем так, был насторожен в майские праздники, сейчас несколько внимания своё слабили. В Сарове за прошлый месяц зарегистрировали 34 обращения из-за укуса клещей. 14 из обратившихся детей, 8 клещей оказались носителями боррелии, 1 – боррелий и анаплазмоза одновременно. Зафиксировали также один случай заболевания боррелиоза. Все пострадавшие от укусов клещей получили профилактическое лечение. Если клещ заражён возбудителем инфекционного заболевания, очень важно своевременно обратиться к врачу и начать профилактический приём медикаментов, чтобы не развилось тяжёлое заболевание. Клещ присосался обязательно, его надо сдать на исследование. Самое минимальное исследование – это исследование на клещевой энцефалит. То есть это важно в течение четырёх суток, даже в течение трёх суток, соответственно, с последними санитарными правилами, в течение трёх суток клеща надо исследовать и принять решение о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Сарова платно проводит исследования клещей на наличие возбудителей заболеваний – клещевого вирусного энцефалита, клещевого боролиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека. Дополнительную информацию можно получить по телефону 7-71-62. Две саровские школьницы стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» в категории 5-7 классы. Финал конкурса прошёл в Артеке. Ребята не только проходили конкурсные испытания, но и наслаждались сменой в лагере. Конкурс «Большая перемена» проходит в третий раз. Саров принимает активное участие ещё с первого сезона. Каждый год в апреле ребята регистрируются на сайте, проходят профориентационные тесты. Ближе к лету выкладывают на платформу креативные видеоролики, где рассказывают о своих достижениях. Ну а после решают кейсы в рамках этапа «Командная гонка». Я выбрала вызов «Создавай будущее». Мне нужно было сконструировать из пяти различных предметов какое-либо полезное устройство. Я сделала фильтр из бутылки, гвоздя и верёвки. Этапы для младшей категории и для старшей отличаются. Школьники 5-7 классов не ездят в города на очные полуфиналы. У них проходит онлайн-встреча с экспертами. Полуфинал был в качестве онлайн-собеседования. На онлайн-собеседовании я решала задачи, также рассказывала о своём волонтёрском опыте и, впрочем, о своих впечатлениях о конкурсе. На финале в Артеке ребята объединялись в команды и решали кейсы с моделированные ситуации, которые теоретически могут произойти в жизни. В кейсе несколько заданий. Все они требуют креативного подхода. У нас был кейс на финансированную экономику. Был такой мир, в котором только есть шесть отделений. Творчество, обеспечение, экология, поддержание контактов. То есть нужно было выбирать, кто куда пойдёт. За это мы платили деньги, то есть смайлики. Приз для школьников – путешествие мечты, которое полностью оплачивается организаторами и не требует сопровождения взрослых. Главная цель поездки – это знакомство с историей и культурой страны. Новое знакомство, яркие фото, приятный бонус. Такое же путешествие мечты, только уже не от Москвы, а от Санкт-Петербурга до Владивостока. На протяжении двух недель будем ездить в поезде и ходить по городам, гулять. Школьники находились в Артеке целую смену – три недели. Кейсы решили ещё в первые дни, поэтому в остальное время участвовали в образовательной программе детского центра. Получается, что «Большая перемена» – один из способов осуществить детскую мечту – побывать в одном из лучших лагерей страны. Да, мне попался очень хороший отряд и вожатый. И вообще мне понравился профиль, который я выбрала. Какого у вас? Диджей. Мы сводили треки, и у нас была диджей-битва в конце смены. Сейчас 10 человек из Сарова в возрасте от 15 до 17 лет отправились на полуфинал этого же конкурса «Большая перемена» в Саранск. Главные призы для их категории – денежные выплаты в размере 200 тысяч рублей и миллиона. В горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане прошёл 15-й международный фестиваль исторической техники. На нём представили около 300 старинных автомобилей и мотоциклов, прибывших из разных регионов России и Таджикистана. В фестивале принял участие и военно-исторический клуб «1945». Их машина заняла третье место в номинации за лучшую реставрацию военного автомобиля до 1950 года выпуска. Труженик войны и народного хозяйства. Такую славу заработал первый серийный советский грузовик «ГАЗ-АА» или «Легендарная полуторка». Грузовик полюбился водителем за простоту конструкции и надёжность. Его сборка не требовала высокой квалификации, а ремонт легко было провести в полевых условиях. Такой простой и одновременно надёжной машине пришлось пройти героические испытания, выпавшие на долю советских людей. Первые пятилетки – война, восстановление хозяйства. Своя полуторка пополнила парк ретро-автомобилей военно-исторического клуба «1945». Автомобиль был найден недалеко, правда, от города. Отдельно рама, отдельно колёса, отдельно какие-то разбросанные запчасти. Всё это дело складывается в кучу, ну и везётся уже дальше. Дефектуется, комплектуется, ну и долгие годы ожидания возврата обратно. То есть это вообще серьёзная работа, и этим занимаются специализированные мастерские. И самому, если этим заниматься, это достаточно тяжело. «ГАЗ-АА» 38-го года выпуска выставили на 15-м международном фестивале исторической техники в Казани. Выставка ретро-машин собрала около 300 старинных автомобилей и мотоциклов, прибывших из разных регионов России и Таджикистана. В фестивале «Клуб 1945» принимает участие уже в шестой раз. Это отличная площадка для общения, знакомства, обмена опытом, признаётся Алексей Морозов. Из новых автомобилей, вот из нашей тематики, из военных, там, кто нас обогнал, это первое место заняла реставрация полуторки «ГАЗ-АА» бензовоз, вообще редчайший автомобиль. Плюс там второе место заняла «ГАЗ-АА» тоже грузовой автомобиль с откидывающим скудом, с механическим, то есть вообще очень интереснейшая кинематика. Когда ручку просто дёргаешь, кузов опрокидывается и потом по собственному весу возвращается обратно. Саровскую полуторку члены жюри оценили по достоинству. В номинации за лучшую реставрацию военного автомобиля выпуска до 1950 года она заняла третье место. И это всё, о чём успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдёте все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова